В настоящее время органы Государственного комитета Брестской области обеспечены всем необходимым оборудованием, которое позволяет проводить исследования различной сложности на высоком уровне и оперативно. Специалистами Брестской области за прошлый год было принято участие в 9 тысячах осмотрах мест происшествий. Проведено более 34 тысяч экспертиз и исследований медицинских, криминалистических, психиатрических, технических, специальных. Особое внимание хотелось бы уделить техническим видам экспертиз, как наиболее развивающиеся на протяжении уже нескольких лет. Примером тому служит повышенная востребованность как у правоохранительных органов, судов, так и граждан по их проведению. Что касается наших достижений в управлении, следует отметить, что мы освоили в полной мере и проводим такие серьезные экспертизы компьютерно-технические, вернее их виды-подвиды, это экспертизы шифраторов и блокираторов. Следует отметить, что наши эксперты не только успешно их проводят, но и разрабатывают специализированное программное обеспечение, пишут скрипты, которыми уже пользуются эксперты и других регионов нашей страны. Круг решаемых задач и перечень исследуемых объектов с каждым годом расширяется. Конечно, сегодня еще есть ряд направлений, которые применяют только в столице страны. Опыт минских специалистов в этом году будет перенят брестскими экспертами в области сексологических экспертиз. За 2019 год брестскими экспертами-психологами данного профиля было проведено более 60 экспертиз, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности. В ходе проверок устанавливались индивидуальные психологические особенности подозреваемого лица. Для того, чтобы установить или определить, имеется ли у данного лица расстройство сексуального предпочтения, например, педофилия, правоохранительные органы назначали данную экспертизу в Минск, в Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз. В настоящее время у нас уже готовится специалист данного профиля, который будет проводить данные исследования по Брестской области. Это поможет правоохранительным органам быстрее узнать результаты судебно-психиатрического исследования подозреваемого лица и принятия дальнейшие процессуальные действия. Также в экспертном ведомстве разрабатывается вопрос о введении опросной комнаты для детей. Также в областном экспертном ведомстве разрабатывается вопрос о введении дружественной детям опросной комнаты, непосредственно дети, которые пострадали от сексуального насилия. Они будут беседовать с психологом, и таким образом в такой благоприятной атмосфере специалистам будет проще разговаривать с детям, и дети будут более расположены к беседе. Таким образом, удастся установить обстоятельства, которые способствовали данному преступлению. В целом, работа экспертов Брестской области за 2019 год оценивается положительно. Были введены новые направления деятельности, к примеру, лингвистическая экспертиза. Данные исследования успешно проводятся с середины прошлого года. Сами же эксперты отмечают – всегда есть куда расти.